Приоритет 2030. Это дает большую свободу для того, чтобы заложить основу трансформации. И вот по пяти новым приоритетам и произвести серьезное институциональное преобразование. В Казанском университете разработали модель динамической адсорбции. Отцы и детям, если отдыхать, то вместе. Всем привет! В эфире универ-ньюс, а в студии Карина Саяхова. В Казанском федеральном университете опубликован приказ о зачислении в число студентов первого курса очный и очно-заочной формы обучения на 2022-2023 учебный год за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Документ подписан исполняющему обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрием Таюрским. Приказом зачислены поступающие без вступительных испытаний, поступающие в пределах специальной квоты, поступающие по квоте приема лиц, имеющих особое право, а также поступающие по квоте приема на целевое обучение. 13 мая 2021 года вышло постановление правительства Российской Федерации о программе «Приоритет-2030». Всего в список вошли 106 вузов России, которые уже получили базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Казанский федеральный университет в их числе. 21 апреля 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к федеральному собранию. Начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы. 19 сентября представители Казанского университета успешно защитили заявку вуза на участие в программе «Приоритет-2030» перед комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В ходе презентации ректор КФУ Ильшат Гафуров пояснил, что вуз ставит перед собой цель – содействовать с трансформацией региона, повышению его глобальной конкурентоспособности посредством генерации системообразующих проектов новой экономики. По итогам очередного этапа защиты КФУ вошел в группу номер один по треку «Территориальное исследовательское лидерство» и получит специальную часть гранта в размере 994 миллионов рублей. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марац Фюлин рассказал о том, как университету удалось получить грант. С одной стороны, это не только новая программа, но и та оценка и с одной стороны нашим учредителям, министерствам, но и с другой стороны всем научным предпринимательским сообществом страны того, как мы работали последующие 10 лет. Потому что в основе анализа потенциала и управленческого в том числе лежал глубокий структурный анализ успехов, проблем, вызовов, вузов, чего они достигли за последние 10 лет. По словам проректора, нынешняя программа «Приоритет-2030» особенная. В ней значительно расширено количество участников. Если раньше участниками программы были 28 вузов, то в этот раз в ней приняли участие порядка 300 организаций высшего образования. Новации 2021 года – это отсутствие ограничений по ведомственной принадлежности к Миноборнауке Российской Федерации и форме собственности. Также было разделение на два трека – исследовательское лидерство и территориальное и отраслевое лидерство. Территориальное – это не означает, что мы отказываемся от международных и глобальных амбиций. Основная задача, с чем выступал наш ректор, в том, чтобы университет стал драйвером развития территориальной экономики. То есть, чтобы мы объединили наши усилия для создания новой диверсицированной, отвечающей вызовам индустрии 4.0 экономики Татарстана. Марат Софиолин подчеркнул также значимость гранта для ВОЗа. Это дает большую свободу для того, чтобы заложить основу трансформаций по пяти новым приоритетам и произвести серьезное институциональное преобразование в образовании, в науке, в инновациях, в интернационализации. Более того, мы заложили даже инициативы, все, что касается воспитательной работы студентов, в трансформации и повышении эффективности управления. Отметим, помимо базового и специального гранта, 40% средств от общей суммы гранта выделит правительство Республики Татарстан. Это означает, что совокупный потенциал бюджета развития Казанского университета на 2021-2022 годы вырастет более чем на полтора миллиарда рублей благодаря программе «Приоритет 2030». В Казанском федеральном университете разработали модель динамической адсорбции. О том, что такое адсорбции и какие возможности она дает, узнаете далее. В Казанском федеральном университете разработали модель динамической адсорбции в цифровом керне. Само по себе явление адсорбции – это впитывание. Капая любое вещество на поверхность, происходит процесс увеличения концентрации растворенного вещества, начинается поглощение. Например, самая обычная губка или активированный уголь, медицинские препараты, которые применяются при отравлении – все эти вещества являются адсорбентами, главной задачей которых состоит поглощение материала. «Мы же рассматриваем в своей модели процессы динамической адсорбции, то есть процессы поглощения, которые происходят при течении какой-либо жидности. Вообще тематика цифрового керна очень давно развивается в нашем институте, и тематики процессов массообменя, то есть процессов адсорбции, произошло большое количество задач и большое количество стимулятов, которые были созданы до этого». Данная работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда, который получил Институт геологии и нефтегазовых технологий в 2020 году. В проведенном исследовании программный алгоритм был протестирован при решении задачи о влиянии неоднородности парового пространства, цифрового керна на кривые динамической адсорбции. Важность данной разработки объясняется широким применением этого явления и при нефтеразработке. Например, при закачке различных химических агентов в пласт, закачке катализаторов, которые используют для снижения вязкости нефти. «Наша модель учитывает практически все параметры, которые встречаются при явлении в динамической адсорбции. То есть мы учитываем параметры конвективно-диффузионного переноса, реакционные параметры, параметры порчисти среды. Это первое. А второе, модель может применяться не только для людей, которые занимаются нефтегазовой отраслью, но и, скажем, для физиков, которые занимаются исследованием поглощения электродов. Например, для медиков, которые исследуют в течение крови по сосудам, кардиосклероз и так далее. Все это тоже может описываться нашей моделью». Математическая модель полностью разработана, а дальше она будет применяться при решении уже конкретных задач. Результаты работы носят прикладной характер и делают возможным прогноз интенсивности адсорбционных процессов в пористых средах. Полученные итоги внесут важный вклад в успешную реализацию проекта Российского научного фонда лаборатории мирового уровня Казанского университета. Алина Красильникова, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовали вступительные испытания в магистратуру на очную и очно-заочную форму обучения. Прием документов завершится 8 августа. Всего на 29 июля на магистрские программы подано 16 506 заявлений от 5081 абитуриента. Первый приказ о поступлении в магистратуру будет опубликован 15 августа. Наш корреспондент Амир Ахтямов расскажет о турецком поэте и драматурге, чьи книги хранятся в отделе рукописи редких книг Казанского университета. Назым Хикмет Ран Турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель. А также основоположник турецкой революционной поэзии и лауреат международной премии мира. Родился в аристократической семье. С отцовской стороны у него были тюркские корни и черкесские, польские, грузинские и немецкие со стороны матери. Отец Хикмет Бей был османским госслужащим. Работал в аппарате Министерства иностранных дел Османской империи. Назым Хикмет родился 20 ноября 1901 году. Впрочем, зарегистрировали его рождение только 15 января 1902. Это и считается официальной датой появления Хикмета на свет. Он посещал начальную школу Таш-Мэктеп в Стамбуле, а впоследствии Галатасарайский лицей. В 1918 году Хикмет окончил военно-морскую академию и некоторое время служил офицером на военном крейсере. В июне 1951 года Назым Хикмет решил покинуть страну. О его побеге из Турции написано много. Однако долгое время не были известны детали этого побега. Благодаря азербайджанскому ученому Джамилю Гасанлы были опубликованы архивные материалы, в том числе закрытые документы ЦК ВКПБ, проливающие свет и на побег Назыма из Турции, и на его жизнь в Советском Союзе. Творчество Назыма Хикмета очень тесно связано и с Таи СССР. Так, в Казанском университетском журнале «Татарика» была опубликована интересная статья, которая называется «Назым Хикмет и татарская культура». Татары-турецкие литературные связи там анализируются не на хорошо известных материалах XX века, а напротив, на произведениях послевоенной эпохи. Назыма Хикмета начали переводить на татарский почти сразу, после его окончательного переезда в СССР. Уже в 1951 году поэт Шайхи Манур перевел стихотворение Назыма Хикмета «Горькая свобода», и впоследствии в Казани активно переводили и издавали на татарском языке поэзию и прозу турецкого классика. Так, в 2005 году Луара Шакерзянова перевела самую известную пьесу Хикмета «Легенда о любви». Несмотря на репрессии и запрет творчества Назыма Хикмета в Турции, он оставался популярным поэтом на родине даже во время Холодной войны. Официальный запрет его стихов был снят в 1965 году, через два года после его смерти. 3 июня 1963 году в 6.30 Назым Хикмет умер от сердечного приступа. Он был похоронен на московском Новодевичьем кладбище. Его могила до сих пор остается объектом массового посещения. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Хафиз Гараев, Универньюз. Отношения детей и родителей необычайно важны, однако порой времени на совместные поездки совсем не остается. Казанский федеральный университет поддерживает своих сотрудников и организовывает мероприятия для совместного досуга. Конец второго месяца лета не стал исключением. Куда отправились федеральные визитеры, смотрите далее. 30 июля состоялась творческая экспедиция в Свиярск, организаторами которой выступили Институт дизайна и пространственных искусств и Институт международных отношений Казанского федерального университета. Сотрудники университета вместе с детьми посетили остров Град, в ходе чего узнали об истории этого места и его ключевых архитектурных памятниках. Программа мероприятий никого не оставила равнодушным. Визитеры посетили музей археологического дерева, участвовали в творческом мастер-классе графической интерпретации в стиле известных художников, а после творчески осмыслили полученную информацию через быстрые зарисовки с натуры. Отметим, что ключевой задачей экспедиции было сохранение семейных ценностей с помощью совместного времяпровождения родителей и детей. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!